За рту мой меч! Голова орга... Пошло время создать первый стабильный канал связи нашей телепортационной сети. Одессе вот этот маячок в руины Эунета... ты он это плит что за пароте на интернета все ребят у нас будет свой интернет бог джеком и эльфами эльфмане отнеси этот мочек в руина и он это над нами тщательно смотри местности найди для него подходящее место когда закончишь разведку станови мальчук нужном месте я наложу с ним связь отсюда конечно нужно только завершить разведку и я сразу подключу первые из них окей ребят давайте осваивать и он это и какие-нибудь не знаю мэп эльфмане будут там качестве валюты одной из валют там потом чё такое как называется солнечный колорец как назывался это столица эльфов забыл и забыл и забыл и забыл как она называлась то сам чё то там я забыл блин шутка уже все а это внутри надо разведывать походу у нас все да 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 у нас все точно там не знаю луна деньги какие-нибудь будут и так далее вы поняли так здесь где-то значит разведывать должен находиться в зоне руина и лунета это где-то внизу так тут восемьсот сороковой конкретные подземелья героики у меня тоже заблокированы так что сначала в обычные ходите там на выбивать всего но я-то не во все ходил так что есть смысл очевидно наверху наверху ладно с вами почему-то показалось что внизу это все пока я на эльфмане отвлекался и там леву или просто леву это леву я уже много раз показывал вон вон уровень предметов написан так ладно пошли короче настраивать интернет этим эльфом несчастным а то не могут без него уже он иссохли все от жажды интернета это наше будущее если нам интернет отключат в россии там так вот здесь еще могут появиться разные аномалии временные завихрения или вроде того сам болтает и справишься skype какой то что и что ли есть о аномалия а это не аномалия окей сначала нужно выбрать цель так сканируем на наличие вай фая тут сейчас найдется какой нибудь у нас свет не падет кто-нибудь нацовет его оба ну или 4g вышку ищем тут прикиньте вай фай будет запаролен и там не знаю будет назваться как-нибудь кельтау кельтау кельтас наш величайший принц или что-нибудь такому в духе пароль слушайте но где вай фай раздавайте уже окей здесь есть вай фай ставим роутер и катаем откачаем все оттуда короче связь установлена пользуйся на здоровье расстояние уходит немного стали небольшое можем начать восстанавливать древнюю сеть если найдешь мои старые маяки обязательно активируй их окей теперь у нас есть халявный вай фай можем качать что-нибудь сельф хаба там например вы поняли встретиться с игре нам это уже здесь да не все сразу клуб хатерти эти катакомбы строили для того чтобы черпать магическую энергию силовых линий пролегающих под сура маром когда мы научились питаться энергией ночного колодца потому что в старых источниках не стало и они постепенно пришли в запустение этот зал явно получает энергию откуда-то еще пока что еще ее очень мало но если ты сможешь направить сюда мощный поток энергии от силовой линии ее нам хватит ближайший источник охотится к северу отсюда в низине аноры да вот шарки сейчас будем хакать источники энергии серваки какие-то слабые пинг большой блин все хреново работает поэтому придется нам к другим сервакам подключаться он их нехтырить весь трафик не ну про вот шутка мем про вайфай на сура маре прям вот обязана быть немедленно прям очень долго а с 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 Бедный андуин Что я могу еще сказать Что тут у нас Так, у кого тут есть халявный вайфай У кого тут большие скорости Кто не пользуется инетом Сейчас конфискуем Роскомнадзор Нет, эльфкомнадзор пришел к вам На какие незаконные сайты вы заходите Эльфхаб смотрите А если не встану Что сделаешь Тихо, тихо Я умер Шикарно Нет, шикарно слился Где-то под носом Хотя бы Так Хорошо Наконец-то Проход открыт А сейчас Я убью тебя 10, 10 Прям А сейчас я тебя убью Хочешь что-нибудь сказать Напоследок А зачем За что меня убивать С ушей Стань короче туда а потом я тебя убью. Ну ладно, вот тебе монетка. Ну все, ладно, ладно, у тебя монетка есть какая-нибудь, пусть и фальшивая, ладно. Блин, слушайте, походу действительно она знает что-то здесь о вайфае, и поэтому не хочет. О, давайте телефонной линией соединимся вообще. Ну хоть какой-то интернет будет. Ладно. Элисанда зря в нас сомневалась. Кстати, а ты вообще кто такой? Только что познакомился, кстати, кто ты такой вообще? Кто ты такой? Кто ты такой? Да вообще? Никто. Эта станция пришла в упадок. Система энергоснабжения разрушена. Чтобы починить ее, нужно активировать печати в центральном помещении. Каждой печати необходимо подвести поток низкой и высокой мощности. Направь обоэнергетических потоках печати, а затем активирую ее. А я? Да, я буду сидеть, следить за тобой, направлять тебя. Это ж тебя отрядили мне в помощь, а не наоборот. Господи, ааа, что за хитрожопая... И вот прям самая, знаете, настоящая женщина-стерва. Настоящая. Самая настоящая стерва, которая может быть, блин. Для тайной магии. Этот змеевик пропускает поток высокой мощности. Змеевик низкой мощности в дальнем конце здания. Оба потока идут в центральный зал. С помощью змеевиков и переключателей активируй все четыре печати в зале. Оба. Это что за ребусы какие-то пошли? Сложно, сложно. Ну-ка. Понятно. Потоки выстроены. Теперь активирую печать. Сейчас, сейчас. Потоки выстроены. Теперь активирую печать. Блестяще. Осталось еще три. Так, имеется в виду эти печати. Ладно, сейчас что-нибудь будем делать, пытаться. Да, я понял уже, Артем. Я вижу две дырки и, короче, надо двойной Wi-Fi к ним подвезти. Так, проклятые пауканы. Ох, многообещающая головоломочка, походу, будет. Ох, ну вот, пожалуйста. Это, походу, сервера эльфхаба. Раз такие темы тут пошли. Лютые. Ну все. А я эльфкомнадзор. Сейчас мы прикроем ваше дельцо. Вижу, Павлу не до приветствия. Антон, извини, если я тебе лично не уделил вдруг внимания. Прости меня. Но, приветствую вас. Так. Кажется, сюда тоже активировалось. Нет. Туда только. Ладно. Здесь еще, наверное, должно быть. Слушайте, гребаные жучары. Откуда вы все? Павел, у меня есть срочный вопрос. Говори ли, Гаванрог. Скорее, пока я вижу. Пока я смотрю. Такс. Чего? Че ты несешь? Понятия не имею, где я был в пятнице в 14.20, 14.30. Наверное, я домой к себе уже пришел в это время. Так, ну, по-моему, вот это ведет, да? Да, вот это. Окей. Бежим, 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 бежим. Че ты несешь, Лигаванрог? Я не на улице в это время уже был. А, так. Ну все. Все печати зарядил. Готово. Станция снова работает. Еее. Запускаем эльфхаб. Чистая энергия силовых линий потечет отсюда. Ура! У нас будет халявный Wi-Fi. Так, надо признать, это впечатляет. Пожалуй, тебе и нам и правда будет какой-то толк. Прощай. Иди своей дорогой. Я сама доберусь до Шаларана. Я сама не надо меня провожать. И без твоей помощи обойдусь. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Ладно. Вместо того, чтобы прикрыть эльфхаб, мы его запустили. Так, на каждый раз нам в эту дырку, видимо, придется добираться. Стоп, а там портал не создался? Случайно. Вдруг. Я там не заметил случайно или что-то еще. Или мы просто подключились к Wi-Fi. Нет, я не вижу портала, видимо, нет еще тут ничего. У тебя денег 6666. Да ладно! Видимо, никто не хочет специально донатить, чтобы... дальше 4 шестерок не сдвигалась. Вот гады. Я-то могу сдвинуть. И будет там 6667. Да нет, Антон, не было такого. Не помню. Слушай, Тирион, хорошая мысль. Надо будет Кадгару это подсказать. А то бедняга без эльф-хаба никак не может. Надо будет ему подсказать эту идейку. Так, только вспомнить. Да, по-моему, с этой стороны надо заходить. На его на этом. Да, тут только один портал. А ты уже живой? Нужно больше золота. Первомайский бжу. И да, Паша, я за тобой слежу. И давай, переезжай уже в Нортленд. Без тебя, Арти, там скучно. Джайна на три зима стала. Сильва на штаны отрастила. И новую секс-игрушку в виде нового Натанаса сделана. Ах. Как только так сразу будут мани, эльф-мани на переездку, тогда я и обязательно загляну в Нортского. Так, извини. Никак не получится. Но спасибо, Лиг Ван Рок, за твое скромное пожертвование. Поехали. И возьми с собой чужака. Опа. Опа. Походу, ее отругали. Слышите, какой вам чужак? Вы что, охренели, что ли? Короче, я привожу сюда Камень Возвращения, что между этим Далараном и этим местом ТП-6, если что. Да. Теперь, когда энергия силовых линий из Низина Анора начала поступать сюда, мы можем пробудить этот зал. Это весьма длительный процесс, который потребует от нас огромных усилий, полной сосредоточенности, и к тому же нам нужно будет принять меры, чтобы враг об этом не узнал. Ну, чтобы нас коу-хацкеры не ломанули, эльф-хацкера, нам придется защиту, антивирус поставим. Антивирус, как там, Касперский, это будет Эльфкерский. Да, Эльфкерского поставим сейчас. Кроме того, организовать потребление маны в таком виде нужно в нужном количестве, и само по себе дело очень непростое. Если поток будет слишком слабым, его силы не хватит, а слишком сильный просто уничтожит нас, так что нам предстоит очень много работы. Для начала нужно как следует изучить сам канал. Ну, ладно. О, все, отчитали бабенку-то. Ну, блин, вся черная. Привет, Захар. Ты, видимо, не умеешь обращаться с энергией силовых линий. Нет, понятия не бесуешь, я же никого, хацкер. Я не знаю, как... Блин. Так, надо придумывать и операционную систему для эльфов, не знаю. В ночи земли текут реки первобытной тайной магии. Силовые линии неизменны и вечны. Они не поддаются контролю. Не знаю, эльф ОС какой-нибудь, или кель... Блин, подожди, смотри. Не знаю, кельт АС ОС какой-нибудь там. Или у нас свет ОС, во. Этот канал тянется из Низины Анора. Есть и другие, пока не активные. Нужно восстановить их, чтобы Шаларан стал средоточием силы. Я прослушал. Что ты там говорила? А то я кельт АС... Кельту пытался переустановить. Привет, Рафаум. Думаю, твоя помощь мне еще пригодится. Так, и что? Все, что ли? Как это мы пытались... Питались самой сущностью магии. Эликсиром силы, которого могу сравниться с силой воды из Источника Вечности. Из Низины Анора. Анор, который прах. Ой, Гуля, да ты шерох. Слушай, действительно. Хмм... Хмм... Что-то подозрительно все. Мы уже имеем какую-то связь с внешним мира от Анора. Что-то подозрительно тут происходит. Походу, Матрицу взломали. Где-то там мой донат летит. Не знаю, пока не пришло ничего. Теперь же мы можем сказать, питаемся себя отбросами Вольтроя. Анора презрительно поджимает на кубы. Иди своей дорогой. Ладно, до свидания. Видимо... Видимо, все. Приветствую. Никто не уйдет! И от меня держи, Дана. О, пришел Антонг. Антоха, спасибо тебе. Так, ну, видимо, пока нам выполнять нечего. Так что, пойдем дальше по квестам, которые у нас еще есть. Кельстаграм, Кельсбук. О, все, пошла. Поехала тема. А потом, не знаю, кто у нас. Кель вообще будет Путиным каким-нибудь или Трампом. И будет какая-нибудь отдельная Россия. И все, пойдет по накатанной. Так, значит, нам нужно встретиться с Сил Грином. Давайте этим займемся. Но, прежде всего, надо разобраться со звездочкой на карте. Так, значит, это ты. Регион завоюет этот мир. У них только-то одно на уме. И он завоюет этот мир. Все. Эй, ты что? Тут, смотрите-ка. За камешком спрятался. Так, походу, ясно. Выборы сорвутся. И вместо Келя президентом станет Шарки. Все ясно. Шарки Меркель. О, Лига Ван Рог, кстати, да. Сан Вел Дед. Не, надо, знаете, такой обширный мем сделать. Кстати, Кельтас, продукция Кельтаса, там, операционная система Кельтаса, смартфон Кельтаса и так далее, и так далее, и так далее. Забавно же. А гоблины китайцами будут, во. Гоблины это китайцы будут, короче, которые будут копии делать. И выпустят, не знаю, какой-нибудь гоблин, дроид, ОС. Ээээ, демон через защиту прошел. Че, охренел, что ли? Так, все, уходи. Уйдешь. Ушел. Так, привет, пацан. Порядок должен быть восстановлен. У тебя хватает наглости обратиться ко мне, чужак. Че, на свете. Коблин, дроид, серьезно? Так, это ты, Силгрин? Либо моя легенда уже облетела город, либо у нас есть общие знакомые. Меня прислала Талисра. Талисра жива? Идем, поговорим в безопасном месте. Ага, ты че, дожива? Ты, давай, я объявлю об этом на весь Сурамар и пойдем поговорим об этом в безопасном месте. Ок, да? Все. Рад встрече. А, думаю, здесь достаточно безопасно и можем поговорить. Ну да, мы сошли с тропинки и безопасно. Да, сойдет, сойдет. Многие ночно рожденные надеялись, что Талисра свергнет великого магистра. Однако после ее бесследного исчезновения голоса недовольных постепенно стихли. Нам предстоит распространить информацию среди жильцов нашего Жека. Сложная шутка. Кто знает, тот поймет. Среди горожан. Но делать это нужно очень осторожно. Как вы это любите. В этом нам поможет Лилет Лунарх. У нее есть связи в самых высоких кругах общества. И она не сторонница Легиона. Ооо, мы точно в России какой-то находимся, где все по связям делается. За денежки, конечно же. Павел, ты будешь завтра снимать видео, Юра? Я не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. Жека, как сенсация. Так. Лилет устраивает в своем имении Маскарад. А на таких мероприятиях слухи распространяются быстрее лесного пожара. Давай заглянем туда под видом приглашенных гостей. Еееее! ФСБшники! Все. Все. Пошли играть в эльфийскую службу безопасности. ЭСБ. Просто надень ее, и волшебный костюм появится сам. Так мы обманем гостей. Но охраны следует избегать. Окей. Вжухой ты стал бабочкой. Ты лет, а ты не лезь на рожон. Насладись вечеринкой. Как это? Эхэ, почему я тупоголовый толстый логр? Насладись вечеринкой как-то по кути. Че? 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 Слушайте, вообще не палится маскировка его. Гуляк в костюме. Господи, что за дичь тут творится? Че проходит? Рагнаросы тут всякие джинны, драконы. Ооо, это я уже Каражан пошел. Гордыха. Твой костюм просто уникальный. Кто тебя вообще сюда пустил? А я-то надеялся, что у меня будет самый экзотический костюм, но и в этот раз меня обскакали. Вы фыркайте. Кемоны, так ведь? Вы закатываете глаза. Да, потрясающе. Нажми Z. Зачем? У меня же на Z способность привязана. А, это, по-моему, вытаскивало оружие, что-то такое. Я перепривязал клавишу, кажется. Это что, костюм Чучу-странца под обычным костюмом? Гениально! А, я понял, понял, Артем. Я переназначил клавишу. Чернокнижникам вообще нельзя доверять. Что если Гудан придаст нас? Ооо, Гудан! Что там? Так, можно, конечно, позырить. Да, потрясающе. Так, перемещение. Кстати, убрать оружие. Можно на что-нибудь забиндить, не знаю. На B у меня нету. Для команды действия 3 слева снизу. Окей, это значит занято. Не знаю, точку какую-нибудь. Демон хантер. А, он еще, смотрите, 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 смотрите просто. Просто ор. Прыгающий огур. С крыльями. Боже ж ты мой, а. Че за дичь? Че за дичь? Че за дичь? Биногр. Он даже прыгать нормально не может. Крылья веса не выдерживают. Ладно, пошли дальше знакомиться с гостями тут. Крылья с подвышек. Ой, волосатый огур. Вот черт, меня спалили. Доигрались. Огер был слишком явной приманкой. Ну, костюм у меня действительно самый красивый. Мне так приятно, что это замечает. А что я не могу в нем ходить, так это... А что я не... А что я не могу в нем ходить, так это ничего страшного. Топ костюм Медузы, блин. Разве возможно свобода в тени Легиона? Мы выстоим. Какой скандал! Это иллюзия, что ты скрываешь. Слушай, тут все вы с иллюзией ходят. Я тут при чем лично? Гордуха настолько крут, что вместо волоса у него растут крылья. Интересно. Кек. Я даже на птичку могу сесть. Огр на птичке. Боже мой, птичка, извини. Ну, так надо. О, кто-то лошадкой замаскировался вообще. Я понял уже. Не правда ли поместье великолепного? Простая прогулка по нему действует на меня умиротворяющей. Это мы уже читали. Да, потрясающе. Так, не ходим возле стража. А то у нас палят чертовые ЕСБшни дни. Чертова продажная банда Кутлера. Огр на птице, как свинья, она курица. Слуга молчит. Взять бокал. Оба. Бокал. Давай побыстрее. Мой костюм очень элегантно смотрится в движении. Неужели больше некому дать отбору Лисандре? Лисанди. Я знаю. Найду, убью. Наверное, прям сейчас можно. Я постоянно обещаю себе, что на вечеринке буду много общаться. Но в итоге всегда застреваю у стола с десертами. Черт, блин. Ну ты прав. Я тебе точно говорю. Сурамар возродится. Мы будем жить вечно. Мы иллюзии уничтожат тебя. Слушай, я... Значит, стража палит, что там... Значит, стража палит, что я, короче, в костюме, а он вообще не палит. Он тут магистр, но ему пофиг вообще. Иллюзии рассеялись. И мы получили за него только порцию маны. Круто. Тут, кстати, квест. Давайте посмотрим. Где там что, стритрейсинг? Походу, блин. Телемантический маяк деактивирован, но исправен. Запустить его можно с помощью древней маны. Так, ну изи. Наполняем. Маяк остается холодным и темным. Маяк начинает светиться, когда вы наполняете его древней маной. И что нам дало это? Вообще ничего. Ладно. У него там Форсаж 9 снимают. Блин. Приколите, сейчас камера в окно куда-нибудь меня снимает. Там диалог какой-нибудь случайный. Записывают. Блин. Ну, конечно, Огр с крыльями из-под мышек это 10 из 10, вне всяких сомнений. Блин, а с кем говорить-то? Это иллюзия. Что ты скрываешь? Что внутри где-то? Нет, никого. А что раз, Даниил? Что-то тут не так. Это иллюзия. Что ты скрываешь? Так, ну что-то я не могу найти последнего пацана. Ладно, пока гуля. Может быть, где-то тут. Слуга домов. Слуга домов. А, во, нашел. Последнего. Привет, Икей. С тех пор, как барьера не стало, охрану усилили. Мы же не можем допустить никаких беспорядков, правда ведь? Как поживаешь, сородичь нашнорожденный? Столик за заднем творе поместья. Леди Лилит ждет тебя. Окей. Уже нас ждут, уже знают. Блин, у меня на F тоже привязано. Черт. Ну ладно. Что-то тут не так. Пока. Гердли Кванрог. Это иллюзия. Что ты скрываешь? Тихо. Тормози. Так, ну вот и Лилит. Это не обсуждается, Анари. Ты либо с нами, либо против нас. Подумай хорошенько. Хватит с меня твоих интриг. Ты ставишь под угрозу все, что создал отец. Ох, Дитя. Ты хоть понимаешь, за что он погиб? Что тут произошло вообще? Приветствую. А, ты наверное тот самый чужестраниц, о котором говорил Силгрин. Рад познакомиться с вами, Леди Лилет. Ты просто душка. Душка. Ха-ха-ха. Душка, да уж. Какая еще душка. Да, да. Добрый день. Очень приятно с тобой познакомиться. Эта маска к тебе клят... Они, походу, вечно ходят, чтобы я Огром был. Понимаете, Андрюшка, он эльф внешне, но внутри он Огр с крыльями из-под мышек. Вы его поняли, да? В Сурамаре бывает полезно побыть тем... Побыть кем-то другим. Как только что продемонстрировал мой дорогой брат, решение Лисанды убрать щит посеива тревогу среди ночнорожденных. Лоялисты и демоны плечом к плечу шагают по улицам. Страх и недоверие сжимают наши сердца. Родичи готовы поучиться друг на друга. Я помогу у Талисри поднять новый бунт, но прежде меня интересует Анари. Я не желаю проливать родную кровь, хочу лишь вызвать его к его рассудку. Наверняка он сейчас предается мрачным раздумьям у памятника нашему отцу. Приведи меня его живым. Смотрите, почему Андрюшка это Огр все-таки. Он толстый, он качок. А Огр как раз таки. Логично, логично, в душе он Огр, все. Просто ему неприятно, что он Огр, поэтому он представляет себя эльфом. Все, мы раскрыли его тайну. Ну ладно, давай, Артемчик тоже, покедова. Было весело. Памятник отцу неподалеку отсюда. Скорее всего, ты найдешь Анари рядом с ним. А что, маскировка нам уже не нужна? Рантос Лунар, глава дома Лунархов. Отец Лилет и Анарик честью погибнет. Сейчас служу великому магистру Лисандре. Ладно. Надоел уже. Пойду тебя убью. Просто сдайся, я же тебе все равно. Кем ты себя мнишь? Просто прикончи меня. А идем со мной, Лилет хочет поговорить с тобой. Она хочет и дальше навязывать мне свои идеи. Что ж, идем. Ужас. Ну и злой, а. Что ж ты такой злой-то? Тебя-то там, что, не до эльфа, что ли? Ну, это зацензурено немножко. Ну вот. Типичные отмазки. Это правда. Придется что-то придумать. Да. Спасибо. Теперь мы можем заняться насущными делами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин